Отказываемся от налички. Оплатить проезд в электротранспорте жители областного центра теперь смогут карточкой или телефоном. С 1 февраля бесконтактную систему проезда вводят в троллейбусах в Заволжском районе. А с 1 апреля безналичный способ оплаты придет в правобережье. Запланировано с 1 февраля запустить 42 троллейбуса с бесконтактной оплатой. И с 1 апреля 92 трамвая тоже с бесконтактной оплатой. Валидаторы в троллейбусах установлены на стойках-поручнях. Для оплаты достаточно поднести карту или телефон к устройству. Оплачивать можно банковскими картами, социальными картами, через мобильное приложение. О том, что оплата прошла, будет сигнализировать зеленый значок на экране. Это очень удобно. Мы не соприкасаемся с наличными деньгами. Мы не контактируем друг с другом, передавая эти деньги. И, соответственно, мы избегаем лишнего распространения любых пандемий. Полностью убирать наличную оплату пока не будут. Внедрять валидаторы будут постепенно, чтобы ульяновцы привыкли. Но, как отмечают работники Ульяновской электротранса, пассажиры сами неоднократно обращались к ним с просьбой поставить безналичный расчет. Поэтому в будущем планируется отойти от наличного расчета полностью. Что касается кондукторов, то на предприятии уверяют, сокращений не планируется. Работников переведут в контролеры. Сейчас будет создана новая служба. Они будут переведены. Те кондукторы, которые у нас не находятся на срочных трудовых договорах, то есть у многих у них заканчивается. Остальные все будут переведены по их желанию в новую службу контролёров. И то есть контролёры уже будут контролировать систему оплаты. Перед выходом троллейбуса на линию исправную работу валидаторов будут проверять специалисты. Стоимость проезда останется прежней. Анна Тищенко, Управда ТВ. Продолжение следует...